О разборе тактики этого тренера вы просили чуть ли не с первых выпусков нашего шоу Но если честно, все никак не находилось в подходящего момента И вот перед карантином этот клуб и этот наставник сотворили главную сенсацию нынешней Лиги Чемпионов Причем сделал это Диего в своей любимой манере Короче, молчать мы уже просто не могли Это чисто тактический разбор, как играет Атлетико Симеоне Разделим его на 5 категорий В этот раз начнем с исторической значимости прихода аргентинцев Атлетико Далее конкретно поговорим про особенности тренера, ключевых игроков, схему и слабые места команды Поверьте, это будет один из самых интересных выпусков Потому что Диего кардинально отличается от всех остальных А вот теперь начинаем 22 декабря 2011 года Идущий на 10 месте в чемпионате Атлетико уволил тренера Григорио Мансано И до 1 января 2012 года ждал Диего Симеоне Который разругался с боссами аргентинского райсинга И находился в процессе расторжения контракта С тех пор прошло 8 лет За эти 8 лет Атлетико взял 4 больших трофея и 3 суперкубка Всего 7 Эти трофеи тем ценнее, что они пришлись на период расцвета двух исторических гегемонов Испании Реала и Барселоны Так совпало, что в командах оказались лучшие гатьи в их истории Клубы доминировали на домашней арене и в Европе И все равно Атлетико за 8 лет умудрился выиграть больше, чем многие большие клубы Баруси Дортмунд, Манчестер Юнайтед, Милан, Арсенал и другие За эти годы Симеоне выстроил по сути несколько разных команд Сезон 11-12 в Атлетико остался только один Коки Те же Реалы Барса изменились меньше Продвигая более-менее один футбол, Симеоне, конечно, зависел от лидеров Но при необходимости и заменял их Почти все позиции обновились не один раз С лета 12-го года Атлетико потратил на новых игроков 900 миллионов евро Это невероятно много, но с другой стороны За это время клуб заработал на продаже игроков почти столько же 845 миллионов Так что Симеоне удается поддерживать конкурентноспособность без огромных трат Его покупки компенсируются постоянными продажами Есть цифры, которые легко и наглядно объясняют влияние Диего на развитие клуба Летом, перед его первым сезоном в команде Трансфермаркт оценивал состав Атлетико в 3,5 раза дешевле, чем состав Барселоны Самой дорогой команды чемпионата Еще раз, все игроки команды стоили меньше 30% от состава лидера, примеру С тех пор рынок вообще очень вырос Поэтому правильнее оценивать не как суммы изменились сами по себе А насколько изменились соотношения между Атлетико и лидером Лидер сейчас Реал, а состав матрасников оценивается почти 80% от стоимости сливочных Эта разница между 30% и 80% показывает, как изменился клуб при Симеоне Добиться такого рывка можно было только одним способом И главная причина этого Тренер Уровень таланта можно обсуждать, но не то, как сильно нужно стараться Те, кто не отдается на тренировках полностью, меня не интересуют И еще Хорошие игроки не делают команду лучше Ее делают лучшие игроки, которые хотят побеждать Ну и последнее Когда я только пришел в клуб, хотел, чтобы Атлетико раздражал соперников С нами должно быть неприятно играть Всего нескольких фраз Симеона достаточно, чтобы представить себе одержимость этого человека И то, как горят во время матчей его футболисты А насчет того, что Атлетико должен раздражать соперников, тут достаточно одного факта Зимой 2012 года Диего пришел в команду, которая в предыдущих 6 матчах пропустила 11 голов И знаете, сколько мадридцы пропустили в первых 6 матчах при Симеоне? Неужели ни одного? Именно! Да, голы тоже давались с трудом И сразу 3 игры из этих 6 закончились со счетом 0-0 Но играть с Атлетико точно было неприятно Банально звучит, но новый тренер заразил игроков своей страстью Фалькао, который тогда был лидером команды, сказал, что Симеоне вывел футболистов на новый уровень А вот что говорил Коти Раньше мы владели мячом и учились тактике А Симеоне начал учить нас бороться за каждый мяч Позднее тот же Коти говорил Футбольная философия Симеоне отражает жизнь Не нужно думать о глобальных вещах Нужно бороться день за днем, матч за матчем Он передал это не только игрокам, но и всему клубу Мы поверили ему, а он поверил в нас Позднее Диего Гадзин признавал, что отношения Симеоне вышли далеко за рамки футбола Страсть и заряженность Симеоне попали куда нужно В Атлетико хватало игроков с характером О том же Коке тренер говорит Он хочет делать на поле больше, чем от него требуется И это тоже важно Пускай в футболе Симеоне первичная система Но роль некоторых личностей прошлого и нынешнего Атлетика так велика, что их невозможно не отметить Если рассматривать влияние за все 8 лет То выделяется несколько ключевых игроков Первый, конечно, Диего Гадзин Универсальный защитник, который читает игру и великолепен в единоборствах А еще он сильный лидер, который следит за дисциплиной в раздевалке и никогда не сдается Личность Гадзина невероятно важна не только на поле Например, он был лучшим другом в команде для Антуана Гризмана И очень помогал обожающему уругваю французу адаптироваться в первые месяцы Гризман Еще один важнейший игрок, хотя бы потому, что ни один другой представитель атаки при Симеоне не задержался в клубе на 5 лет Ну, то есть, да, вообще 5 лет это не то, чтобы прям рекорд Но у Симеона действительно постоянная текучка форвардов А Гризману 5 лет хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба 133 гола в 257 матчах И последним из игроков, которых уже нет в команде, но оказавших историческое влияние на Атлетика Симеона Является капитан Габи Он олицетворял футбол, который хотел видеть тренер Опорник, который в лучшие сезоны, например, 13-14 Делал по 13 оборонительных действий за матч При этом неутомимо начинал оттать и команды И мог здорово выполнять последний пас Габи было трудно пройти А если это удавалось, еще труднее было уйти от фола Да, сейчас есть сильные новички Но таких игроков, как Габи, Гадзин и Гризман В их лучшие годы нынешнему Атлетику очень не хватает Хотя команда все равно сильна Так что теперь скажем как раз о тех, кого хватает Кто выделяется в нынешней команде Важная оговорка Речь не столько о технике, сколько о тактике И личных качествах, которые для Симеона крайне важны Настолько, что в недавних двух матчах Лидии чемпионов с Ливерпулем Он менял позиции Коти и Сауля по несколько раз Они действовали на обоих флангах полузащиты В центре, а Сауль еще и в защите А все потому, что этим игрокам Симеона доверяет Именно их он бросает в самые трудные места на поле Независимо от таких формальностей, как позиция Начнем с Коки Воспитанника и преданный воин Атлетика До прихода Симеона 20-летний полузащитник в лучшем случае попадал в запас Но уже через месяц стал регулярно появляться в основе Если бы он начал карьеру в Барселоне То его бы сравнивали с Хави или как минимум с Фабригасом Но он из Атлетика, поэтому его потрясающее видение поля и пас Не привлекают заслуженного внимания Коки это редкое сочетание тонкости и жесткости Он не уступчив в единоборствах и отрабатывает чуть ли не лучше всех полузащитников в Испании При этом 5 лет подряд делал больше 10 голевых пасов за сезон Сейчас меньше, но просто потому, что сейчас у него наиболее трудная роль Симеон использует не видение поля и последний пас Коки, а его характер и дисциплину Поэтому постоянно меняет позицию игрока По ходу нынешнего сезона Испанец только с первых минут выходил 7 раз на правом фланге 8 на левом и 13 раз в центре полузащиты И это не считая тех матчей, как с Ливерпулем Где его позиция менялась по ходу матча Когда не играет Трипьер и Симеон боится за фланг Арьеса Коки выходит справа Когда увлекающимся атакой Лоди нужна подстраховка Коки выходит слева Когда все здоровые, Атлетика играет в свой классический футбол с выдавливанием атак на фланге Коки выходит там, где труднее всего принимать решения Он с этим справляется лучше остальных Почти то же самое можно сказать и про Сауля С той лишь оговоркой, что он выпустился из Академии Атлетика на 3 года позже В отличие от Коки, Сауль поиграл не только на всех позициях полузащиты Но и на фланге обороны Его игровая дисциплина позволяет Симеоне давать ему практически любые задачи С Саулем слева Атлетика получает индивидуальный сильный фланг обороны Зону, из которой в штрафную Атлетика может прилететь на вес в борьбу Но не розыгрыш мяча или опасная нацеленная передача Идем дальше Томас Парти Недооцененный центральный полузащитник Который постепенно становится для команды настолько же важным, как когда-то Габи Как и Сауль, Парти одинаково хорош в единоборствах и чтении игры без мяча Также именно его задача фалить, когда соперник прорывается по центру Еще одно ключевое качество Парти – силовой дриблинг Который важен, когда Атлетика приходится разгонять атаки из глубины Если же выбирать кого-то одного, то главным будет Ян Облак Вообще-то текущий сезон складывается для вратаря неудачно С августа он отразил только 26 ударов и с предела штрафной 15 пропустил Довольно средние показатели Но даже такой облак вытащил команду в Лиге чемпионов с Ливерпулем А в предыдущие годы он заодно был и лучшим голкипером примера Так выглядит список лидеров команды сейчас Он немного неполный, в нем не хватает Диего Косте Который был важен в свой первый приход, но уже давно не может набрать лучшую форму И не хватает еще как минимум центрального защитника и форварда вместо Косте Это от того, что летом Атлетика провел глобальную перестройку Сразу пять игроков основы покинули команду и вместо них пришли новички Но не все успели освоиться Поэтому в данный момент система и схема Симеоне даже важнее, чем обычно 4-4-2 Симеоне это уже такой же бренд, как 4-3-3 Барселоны Тика Така Гвардиолы, Гигенпрессинг Клопа или 3-5-2 Антонио Конте В интерпретации Симеоне есть несколько особенностей, которые делают Атлетика уникальной командой Главное разделить поле на правильные зоны Ключевая задача в обороне не допустить пас в центральную зону перед штрафной Во-первых, крайние защитники и крайние полузащитники играют очень узко Во-вторых, это дает опорникам возможность садиться низко и не оставлять пространство между линиями В-третьих, освободившееся пространство даже минимальное Симеоне не устраивает, поэтому форварды Атлетика играют роль дальних отворот защитников Они тоже заняты обороной, закрывая возможность пасовать в центр Блокируя пасы в центр, матрасники провоцируют развитие атак на фланге Симеоне не боится это делать Какой бы ни была пара центральных защитников, оба всегда прекрасно играют головой Для Симеоне это обязательное условие Плюс помогает Сауль, когда играет в центре Но это не единственная причина, по которой Атлетика выдавливает атаки соперников на фланге Именно на флангах игроки начинают интенсивный прессинг Вообще-то можно или компактно защищаться, или прессинговать В этом и заключается уникальность Атлетика Если ты защищаешься компактно, то оказываешься уязвим к быстрым переводам мяча с фланга на фланг Ты же не можешь разорваться И после перевода соперник, по идее, должен оставаться свободен Пусть и на фланге, но игроки Атлетика разрываются Обычно двойная нагрузка ложится на крайних полузащитников и защитников Они изо всех сил бегут на фланг и вступают в отбор Если не получилось отобрать или выбить мяч, и соперник отпасовал в центр, бегут обратно И так до бесконечности Страхуют такой ситуации нападающие Они спускаются в полузащиту Таким образом соперник, даже если сохранил мяч, не может обострить Свободны только центральные защитники Вообще-то это читерство Это похоже на симулятор, в котором у одной команды есть функция, которой нет у других Однако на самом деле это заслуга Симеоне Да, он не покупает суперзвезд, но он работал со многими известными футболистами И каким-то образом ему удается заставлять их пахать, как никогда в карьере Действовать так в каждом матче весь сезон нельзя Атлетика так играет только эпизодами Но лучшие матчи, например, домашний с Баварией в полуфинале Лиги Чемпионов в 2016 году Или недавний домашний матч с Ливерпулем Команда проводит именно в таком режиме двойной нагрузки У этого стиля есть минус Он не позволяет контратаковать Форварды расположены слишком низко, поэтому не могут убежать на чужие ворота после перехвата Игра проходит вообще без ворот Но Атлетика и не прессингует для того, чтобы забить Это не деден прессинг Клопа Это именно оборонительная модель Заперев соперника на фланге, Атлетика не проводит фланговую контратаку А либо начинает собственную атаку стандартно для себя через центр Либо просто на удачу выбивает мяч, вынуждая соперника начать все сначала Ну и еще иногда помогают стандарты Главное сочетание прессинга и компактности Атлетика защищается низким блоком, но при этом не ставит автобус Напротив, команда активно прессингует, только делает это в выделенных зонах В атаке все же намного проще Два крайних полузащитника отвечают за креатив и много смещаются в центр 4-4-2 превращается в атаке в 4-2-2-2 За навесы отвечают крайние защитники, которые в системе Симеоны постоянно подключаются к атакам С такой игрой Атлетика не создает много моментов, поэтому огромное значение имеет реализация В текущем сезоне у всех форвардов Атлетика XG созданных моментов больше, чем забитых голов И команда набирает всего 1,6 очка в среднем за матч Реализация на дистанции слабое место мадридцев в этом сезоне Хотя исторически при Симеоне команда забивает больше, чем создает Вот и получается, что этот сезон в чемпионате отражает скорее недостатки Атлетика, чем достоинства Поэтому поговорим о... Слабых местах Безусловно, матрасники не очень хороши в позиционной атаке Дело в том, что сама идея позиционных атак слишком противоречит оборонительной концепции, по которой строится команда Атлетика проводит огромное количество времени в закрытом состоянии А каждая переходная фаза — это риск Обычно тренер решает эту задачу просто полагается на индивидуальное мастерство игроков Атаки Но проблема в том, что вообще-то атакующие игроки часто становятся хуже под руководством Симеона Да, есть пример Гризмана, который стал суперзвездой Но уже после покупки Антуана клуб приобрел Джексона Мартинеса, Луциана Вьетта, Кевина Гомиро, Николаса Гайтана, Виттела, Диего Косту, Тома Алимара, Джелсона Мартинша, Николу Калинича, Альвара Марату, Жоу Филиша А 11 игроков, за которых отдали в сумме 500 миллионов евро И ведь нельзя сказать, что хоть один из них в Атлетика вышел на новый уровень Наоборот, кто-то как Виттела играет на своем уровне, а многие трансферы либо казались необъяснимыми, как Мартинш и Калинич Либо пока не стоят своих денег, как Коста, Лемар или Филиш Возможно, поэтому Атлетика держится более-менее на одном уровне, высоком относительно себя прежнего, но не поднимается еще выше А оборонительная система работает, но не хватает человека, который будет давать результат в одиночку Таким был Фалькао или Диего Коста в свой первый период в команде, ну или Гризман И, видимо, Симеона и дальше будет перебирать новых форвардов, пока не найдет еще одного такого Думаете, получится? Мы надеемся, что Диего найдет идеального для себя форварда и сотворит еще не одну сенсацию Этого же хотелось бы и автору выпуска Кириллу Хаиту, который разобрал для нас, как играет Атлетика Диего Симеона Подписывайтесь на его Телеграм-канал, который называется Диего Симеонович Ну еще бы он не хотел, чтобы Диего Симеона что-нибудь выиграл Кстати, пока мы готовили ролик, у Тирилла Хаита появился не только Телеграм, но и свой Ютьюб-канал, который так и называется Кирилл Хаит, там он рассказывает тактические особенности команд и обсуждает последние новости Посмотрите, ссылка на канал также внизу Посмотрите наши прошлые разборы и напишите, о какой команде хотите узнать подробнее в следующем выпуске Ну и подпишитесь на канал, не забудьте нажать кнопку поделиться и опубликовать этот ролик в своих соцсетях Саня Журавлев и Гриша Телегатор Пока Пока, ждем завершения карантина Всем здоровья Субтитры сделал DimaTorzok